Непростой 2022-й малышка Оля, к счастью, не запомнит. Ее круг интересов, мама, игрушки, заботы родителей шире, ползунки, памперсы, импортные подгузники из-за подорожания уже пришлось заменить на отечественные. Остальное покупает не в магазинах. Мамы спасаются этой площадкой, авитовской площадкой. Если приобретать товары по полной цене, как они там представлены, я не знаю, какое нужно иметь состояние. Месячный запас сейчас стоит 4,5 тысячи рублей. Это 180 штук. Ровно месяц назад я могла пить 180 штук. В районе полутора тысяч. Для неработающего человека это очень ощутимо. Взлет цены на памперсы, детские смеси шокируют молодых родителей. А еще они замечают, что акции давненько не видели. Семьи, в которых дети уже появились, не перестают удивляться подорожанию. А те, кто лишь планирует пополнение, перепроверяют свое желание. Пока экономисты подсчитывают инфляцию, а промышленники – расцвет отечественного производства, историки успокаивают. Сейчас ситуация далека от 90-х. Стабильный политический режим, социальные выплаты, демографической ямы не будет, если только как следствие того провала. Рождаемость в советский период, это 70-е годы, был коэффициент 2. Да, сегодня коэффициент 1,4. 5 на 5 же он связан именно с тем, что у нас на сегодня в материнство входят молодые девушки, которые родились в 90-е годы. Сексолог Виктория Акшибаева отмечает, что влечение в это время действительно может стать меньше. Пока все это транслируется в новостях, пока нам через новостные каналы показывают, что все плохо, ужас, мы все умрем, страх выживания, конечно, либидо будет блокироваться. То есть сексуальное возбуждение будет в основном блокироваться, потому что это несопоставимо. Не просто было и в 2020-м. С рассветом пандемии у клиентов было снижение активности. Но тогда, объясняла, речь шла о жизни и смерти. Сейчас, не умаляя боевые действия, все-таки признаем, происходят они далеко. На стабилизацию психики специалист дает около полугода. Другой вопрос, что будет с рынком контрацепций без импорта? А то, может, и дождемся бума деторождения. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.